Какой смысл в рождении ребенка с неизлечимым диагнозом? Он имеет прогрессирующие задержки в развитии и нет никакой надежды. Господь дал жизнь человеку под сердцем его матери, и даже если он и не так хорош, как нам бы хотелось, что-то из его телесных или душевных сил может быть ущербно, может быть по попущению Божию не только редуцировано, но и отсутствовать, как некогда слепорожденный. Господь спрашивали ученики, отчего такой родился, за свои ли грехи или за грехи родителей, но доявятся на нем дела Божьи, отвечает Господь. Вот и не нам приговаривать к смерти там же под сердцем матери, еще нерожденного, но уже зачатого младенца. Скажут, может быть он будет дебилом, а Феофан Затворник для таких сомневающихся разъясняет. Идиоты, говорит, это же они для нас идиоты, они для себя, они для Бога, по своим путем душа их восходит к своему Господу. И очень может быть, что многие из них окажутся к нему в вечности несравненно ближе, чем современные умники, которые, надмиваясь своим собственным даром рассуждения от Бога полученным, возвратить благодарность Богу никак не хотят. А если человек признает божественное величие, то для него не появляется вопросов, зачем живет такой человек, как старуха-проценщица, зачем живет такой ребенок, который побуждает родителей к непрестанным только трудам и усилиям, направленным на его выживание. Но у него бессмертная душа, Господь повелел ему из небытия прийти в бытие, для ему только одному ведомых целей, самому Богу. А для человека появляется дополнительный повод жертвенного служения, благоговейного пред Богом моления, бесконечного усилия по поддержанию жизни того, кто иногда с детских пеленок видит в основном страдания, болезни. И в этих страданиях только голова Стикина, вроде Ивана Карамазова, видит причину укорения Господа и причину для непринятия мира, где есть место слезки ребенка, и клейкие листочки так трогательно говорят о том, что все должно быть на свете благополучно, здоровенько, красивенько, благоустроенно. Но эту логику опровергает крест Христов. Господь, вошедший на крест ради исправления, исцеления нашей поврежденной человеческой природы, допускает страданиям быть, страданиям облагораживать человека, страданиями возвращать нас, как участием в своих собственных крестных страданиях, возвращать нас в потерянный рай. Потому и рождение детей, когда уже заранее бывает понятно, что ребенок не будет вполне здоров и душевно и телесно благополучен, все равно остается нашим священным долгом явить ему всю необходимую любовь, явить ему любовь Божию через нас являемую в его взращивании, в его исцелении, в его поддержании. А какая за этим иногда поврежденным телом, внутри этого поврежденного тела сохраняется святая и чистая для Бога душа, нам неведомо, но, быть может, тогда, когда мы в момент исхода из временной жизни будем сами познавшими сотворенный мир, как нас знает нас создавший, тогда мы убедимся в том, что прав апостол Павел, что ныне пребывают все Итрии при этом видении всего окружающего, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Только тогда, когда закончится временное, и мы узнаем вечное, мы тогда поймем и смысл некоторых кажущихся нам сейчас не кчемных страданий, а ныне, утверждает апостол Павел, и мы с ним, конечно же, согласимся, пребывают в Сиитрии вера, надежды и любовь, но любовь из них больше. И вот любовь как раз призвана во всей полноте явиться там, где дети страдают. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.